Представители Мексики и Канады приехали в Вашингтон на переговоры о нафто. Эту зону свободной торговли три страны создали еще в 1994 году. Однако с приходом к власти Дональд Трамп объявил, что соглашение нужно пересмотреть. По его словам, оно нечестно по отношению к американским компаниям и подрывает экономику США. В первую очередь, по мнению Трампа, необходимо устранить огромный дефицит в торговле с Мексикой, который достигает 68 миллиардов долларов. Министр экономики Мексики сказал, что его страна готова к диалогу. «Мы надеемся на конструктивный процесс. Хотим затронуть вопросы, которые перенесут нафто в 21 век. Мы готовы проанализировать торговый баланс. Однако только при условии расширения торговли, а не её подавления». Ранее Дональд Трамп говорил, что если нафто не удастся кардинально переработать, то США готовы из соглашения выйти. В день начала переговоров у посольства США в Мехико прошёл протест, организованный профсоюзами фермеров. Они недовольны переговорами и призывают полностью отказаться от нафта. «Мы против соглашения и повторных переговоров, поскольку договор не принёс стране пользы. У нас нет роста в промышленном секторе, и у нас огромная продуктовая зависимость». Пока последствия соглашения были только негативными для коренных жителей страны, сельских общин и сектора мелких фермеров. «Как предполагается, в ходе переговоров Мексика будет стараться сохранить привилегированный доступ своих товаров и услуг на рынке США и Канады. Около 85% экспорта страны приходится на двух её соседей». Исследователи в Австралии пытаются сократить расходы людей на электроэнергию. Жаркое лето и холодная зима – идеальные условия для уникальных климатических систем, которые помогают охлаждать и отапливать дома. В австралийской Канберре погодные условия как раз подходящие. И многие местные жители теперь готовы вкладывать средства в установки таких систем. «Раньше никто не интересовался нашим бизнесом. Теперь заказы льются рекой». «Еще несколько лет назад подобная система получения энергии из недр земли была лишь в здании Геонаук Австралии. Установили её ещё 20 лет назад. Но теперь электричество постоянно дорожает, и люди стали задумываться об использовании возобновляемых источников энергии в домашних условиях». Эта система использует постоянную температуру земли, которая на глубине 100 метров держится на уровне 17-18 градусов по Цельсию. «Летом мы можем охлаждать температуру воздуха, направляя тепло под землю. А зимой мы можем доставать это тепло обратно». Изначально ожидалось, что система поможет зданию Геонаук сэкономить миллион долларов. Но с нынешними ценами на электричество сумма может оказаться намного больше. Единственное, что пока мешает массово установить подобные системы во всех домах – стоимость оборудования и работ. Она по-прежнему достаточно высока, и позволить себе такие инвестиции может не каждый. «Полиция Венесуэлы расследует кражу питомцев из зоопарка города Маракайба. За последние несколько недель злоумышленники похитили животных примерно 10 видов, включая буйвола и двух ошейниковых пекарей, которые внешне похожи на свиней. Полиция предполагает, что животных украли с целью их съесть. Оставшиеся обитатели зоопарка теперь охраняют». «Теперь здесь находится национальная полиция, которая, координируясь с директором зоопарка, патрулирует территорию дважды в сутки, днём и ночью, делая обход». По мнению директора зоопарка, животных похитили наркоторговцы, чтобы продать их мясо голодающим венесуэльцам. «Животные 10 видов были украдены, включая птицы млекопитающих. Но преступники не трогают рептилий или хищных кошек. Они пользуются добротой и кротостью животных, у которых нет той агрессии, какая бывает при жизни в дикой природе». Венесуэла уже несколько лет погружена в экономический кризис. Ситуация резко ухудшилась из-за снижения мировых цен на нефть. Гиперинфляция привела к тому, что люди не могут обеспечить себя и свои семьи. Кроме того, в стране огромный дефицит основных продуктов питания и товаров первой необходимости. Экономический кризис сказался и на питомцах зоопарков. По словам представителей профсоюза, в прошлом году только в Каракасе умерли от голода 50 животных. При этом правительство отрицает, что питомцы зоопарков голодают. Президент Николас Мадуро обвиняет в нехватке продовольства и других товаров в оппозицию. По его словам, она с помощью США ведет против него экономическую войну. Между тем, оппозиционные лидеры и бизнесмены считают, что кризис наступил из-за неумелого управления страной. В Нигерии решили сделать куриные яйца более популярной пищей. Для этого их варят, а затем красят в разные цвета. На прилавки поступает готовый продукт. Хозяйка меньше хлопот, а детям – радость. «На вкус они такие же. Думаю, многим матерям будет намного легче готовить обеды для детей или с собой на работу. Это простая и здоровая пища». Покупатели к новшеству пока только привыкают. «Когда я увидел их первый раз, думал, это детские игрушки. Узнав, что они съедобные, что это настоящие яйца, я так удивился. Это забавно». Компания, которая производит крашеные вареные яйца – первая такого рода в стране. Принадлежит она нигерийским предпринимателям. Они открыли фабрику, узнав, что такая пища очень популярна в Европе. А красить яйца решили, чтобы увеличить срок их годности. Краска словно консервирует яйца и в то же время делает продукт ярким и привлекательным. Хранить такие яйца можно до пяти недель. «Красители для яиц у нас такие же, какие используют при производстве тортов, конфет и других подобных изделий. Это пищевые красители, они съедобные». Компании также принадлежит птицефабрика, которая снабжает производство яйцами. Пока эту продукцию поставляют только в Лагос, но в будущем планируют расширить производство и делать поставки в другие регионы страны. Руководители компании надеются, что благодаря их идее каждый нигериец будет потреблять по 300 яиц в год. Сейчас этот показатель достигает примерно 80 штук.